я не знаю кто это что же мне без трубки не скажу да я тебя по-быстрому проверю нет смотри там не надо поговорить я просто хочу чтобы это и создать ну баннер создал и если у тебя создастся тогда мне скинешь потом я буду с ним хорошо давай давай так я тебя сейчас а это умеешь вообще пользоваться там портами вот где чтобы там у меня баннер такой чтобы портам можно было там управлять компьютером все такое умеешь нет что как скажешь ну я тебе покажу короче а и у тебя какой вообще можете компьютер или у тебя слабый ну такой средний довольно таки у тебя хуйбук или простой ээээ стандарт ну простой по компьютеру а вот я тебе скидал эту программу сейчас принимай пока что потом на рабочий стол вынеси когда примешь потому что так она может там что-то не запускаться у меня так было уже такое точно это не винлокер это нормальная программа я тебе говорю хорошая программа ну как бы смотри ты доверяешь убей читеров ты же наверно подписчик мой да я насколько я знаю да 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 ну вот я помню на видео а кстати если у тебя антивирус включен то выключи его потому что это программа винлокера создает как бы если ты будешь создавать с ней то лучше отключить щас 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 ага выключить систему тихо вынеси на рабочий стол и не знаю как бы тебе объяснить что что там делать надо не знаю можно демонстрации показать я тебе покажу что там порты выбрать только и все что мне как-то страшно да не не бойся все нормально будет так вот на рабочий стол так вынес ага все скайп сверни я сейчас включу ее и я тебе покажу там надо будет настроить еще кое-что да запусти щас она подожди у тебя может полагать какое-то время бывает если компьютер не очень сильный она бывает лагает но она сейчас должна включиться да ну это бывает такое так вот все я тебя поздравляю в общем ты доказнился читеров ну спасибо конечно правда но да смотри кстати еще видишь кнопку отмена смотри если ты не успеешь нажать на эту кнопку до тех пор пока вот эта зеленая штука дойдет до конца у тебя все удалится поэтому лучше регулярно следи за этим хорошо так что мне нажать на нее или нет да нажимай 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 и постоянно нажимай чтобы вот эта штука не дошла то есть тебе не желательно от компьютера далеко отходить иначе он у тебя сломается ну система просто слетит и все чувак стой стой можно сказать нормально пароль не смотри я тебе скажу пароль и это я тебе говорю если ты ну как бы будешь со мной сотрудничать если ты меня убедишь я тебе скажу пароль нет то есть смотри если я твой подписчик если я уже согласился с тобой вот сотрудничать и ты мне вот не смотри ты немного не понимаешь ты немного не понимаешь первое что я тебе хочу сказать я не убей читеров ты попал другому человеку я специально создал этот skype чтобы находить таких людей как ты то есть тех кто казнит читеров и делать вот так вот если ты не знаешь причину по которой я тебе заблокировал прочитай вот там вот желтыми такими буквами написано информация прочитай и ты поймешь за что ты заблокировал Ага все я понял ну ладно ну скажи за что скажи за что это заблокировано за попытку не должного и не подавляющего вовращения с людьми ну короче за то что типа как правильно сейчас сформулировать короче за то что типа кидали тоже блин локера и вот другим людям которые не заслужили этого так правильно полностью совершенно правильно вот смотри поэтому я тебя заблокировал я как бы если ты убедишь меня что ты больше никогда в жизни не будешь заниматься если я поверю тебе то я тебе даю пароль и говорю как это убрать и у тебя не будет никаких проблем смотри вот я вот действительно вот я что думал что это будет антивирус ой антивирус господи вот этот винлокер короче я вот действительно ни разу никому его не кидал и не собирался просто мне было интересно что ты мне предложишь делать так интересно блин сейчас айд это в групповом звонке подожди а где ты отдельно какая у тебя картинка вообще а и вот это меня я не понимаю вот я тебе да я тебе задал вопрос это вот как раз будет видно на видео ты читеров казнишь да ответ хочешь со мной казнить да то есть ты казнищить я не знаю ты обманул не обманул но смотри вот как тебя зовут именно по-настоящему меня зовут Дима по-настоящему ну хорошо вот Дима смотри вот я просто так сказал что действительно мне просто было интересно что ты мне предложишь сделать вот у меня много в смысле что смотри человек который не хочет этим заниматься который понимает что это плохо он ответит просто я не хочу этим заниматься ну стой ну стой ну стой ну читерство это что же как бы считается злом икры а это уже смотри все правильно но читер что он делает плохого он не мешает людям играть и все это все что он делает нет он мешает людям играть как раз вот если именно читер ну не я тебе и говорю подожди да слушай до конца он мешает людям играть это единственное зло которое он совершает ты своим винлокером порчишь компьютер и даже не ему а допустим его родителям ты порчишь что-то ты порчишь имущество а он только мешает играть ты считаешь это справедливым наказанием? ну вообще нет по факту ну вот но при этом ты этим занимаешься ну занимался, хотел заниматься меня это не волнует, понимаешь ты это согласился но ты вообще не занимаешься, подожди чувак ты тоже сейчас этим занимаешься ну смотри в моем случае я заблокировал того,кто блокировал и кто портил компьютеры следовательно равноправное наказание равноправное наказание вообще ни разу. ну суть тела не меняется ну ты хотел,ты хотел этим заниматься ты хотел irmим людям ты тем не хотела заниматься,吧 просто мне было интересно что ты мне тут отложишь ты ответил да на вопрос казниш ли ты читеров ты ответил да следовательно ты их хотя бы... stt, стой. казни читеров, но ты мне объяснил именно что делать В смысле, ну и что делать? И ты подписчик моего канала, я думаю, ты знаешь, как он казнит читеров, и что это такое. Уже да, конечно, но ты мне именно не сказал, что именно ты хотел объяснить под фразой казнить читеров. Это и так понятно. Когда я тебе предложил программу для создания винлокеров, ты сразу понял, что я буду казнить винлокерам. Ты не сказал, что мне не подходит винлокер, потому что я не хочу с винлокерами заниматься. По-другому читеров никто не казнит. Ты согласился, понимаешь, на этом. Следовательно, ты виноват. И за это я тебя таким же способом наказал. Равноправным твоему поведению. Ну да. Вот, поэтому у тебя сейчас... Смотри, если ты перезагрузишь компьютер, у тебя просто будет чёрный аккорд после перезагрузки. И, в общем, ты не сможешь им пользоваться, ты даже парой не сможешь вести. Второе. Или он у тебя просто баннивает, а достанется, но пароль, опять же, вести уже не сможешь. Если ты можешь попробовать опустить диспетчер задач, я не знаю, Alt-R4 нажать, Ctrl-Alt-Edit нажать, но тебе это не поможет, я тебе сразу говорю, потому что он просто у тебя удалён, и там реестр, и всё. Слушай, Дима, 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 я тебя оправдываю. Я вот просто хотел посмотреть, что ты мне скажешь на 5-й и 10-й. Действительно, по правде, скажи мне пароль, всё такое. Не знаю, люди все так говорят, да? Это они, типа, такие ликвидаторы сильные. Смотри, чувак, вот я сейчас сижу, вот слева подняться рукой на сердце, и говорю внутри, я никогда не кидал никому в блогер. Мне два раза кидали, но они были какие-то там то ли неисправные, то ли что-то. Я перезапустил компьютер, у меня он пропал просто. Честно. Этот у тебя... Я никогда не занимался. Он не попадёт, или он у тебя будет просто чёрный экран, поэтому перезапускать компьютер я тебе крайне не советую. В твоём случае самое выгодное, что ты можешь сделать, это получить пароль. Ну, можешь сказать правду, честно, мне просто... Я тебе по правде это говорю. Если ты перезакруешь компьютер после перезагрузки, у тебя он либо останется, либо у тебя будет чёрный экран. Я тебе это говорю, я сам проверял на виртуалке. Поэтому, следовательно, ты удушить сможешь просто таким лёгким способом разблокировать. Самый лёгкий способ — это ввести правильный пароль и сделать то, что я тебе скажу. То есть удалить, чтобы он не добавлялся в автозагрузку. Ну, давай ты мне скажешь по правде. Я не буду никому его кидать, я его даже сейчас тебе удушу. Не, его, ты знаешь, это мне не очень волнует. Ты его и так, ну кинешь, ты его, не знаю, как бы... Ну, не, конечно, тоже нехорошо. Но, смотри, у тебя на компьютере могут быть другие венлокеры. То, что ты вот это туда лёгишь, меня не волнует. Меня волнует то, что у тебя другие билдеры какие-нибудь, где ты сам пароль придумываешь и так далее. Я не умею, я не программист. Я могу там просто создать какие-то файлы и всё. Так смотри, программисты, не надо. Я тебе же не говорю создавать, как вот я создаю вот этот венлокер с нуля. У тебя может быть программа для их создания, с помощью которой любой школьник даже создает венлокер. А есть такие, да? Есть, конечно. И очень много есть. У меня на канале даже есть венлокеры, которые предлагают программы эти есть и всё, можешь скачать. Так что, ну, не у меня, а у бей читеров, точнее. Ну, поэтому, следовательно, я не знаю, ты можешь опять этим начать заниматься или ты просто сейчас обманываешь и сидишь. Как-то доверенно сидеть. Я сладный человек, я таким не занимался. Я просто, мне было интересно, что ты мне предложишь сделать и всё. Ну, знаешь, просто все так люди говорят. До этого они говорят, что казнят читеров, а тут, поэтому, ну, потом говорят, что это тебе неправда. Дима, я правда, смотри, вот если бы я, вот именно, вот как бы выразился, казнил бы читеров, то я бы с тобой разговаривал так адекватно ещё. Да, потому что у тебя заблокирован компьютер. Ты либо бы плакал, как мне, ну, если бы тебе меньше лет было, как многие другие, либо ты говорил бы, что я этого делать не буду. А потом, когда я даю пароль, он говорит, так я же не читер, зачем ты меня заблокировал, я сейчас это в полицию и отнесу и так далее, понимаешь. А, ну, я понял. Ну, не, ну, чувак, давай, ты мне просто дашь пароль, я, честно, вот, первый и последний раз этим занимался. Очень надеюсь, что это так. Я тебе дам пароль, если ты выполнишь несколько моих заданий, они не будут такие, там, какие-нибудь сложные, и я тебе не буду заставлять делать что-то невыполнимое, выполнишь, я тебе даю пароль. Давай. Вот, кстати, если у тебя сейчас оборвется нечаянная связь, ну, это бывает такое, вот одного уже было, то не перезагружай, я тебе опять позвоню, и ты сможешь принять звонок, потому что он будет поверх этого. Вот, поэтому я тебе просто так говорю, на будущее. Давай. И пароль я тебе в итоге, если я сказал, что дам, я тебе дам. А я тебе дам пароль, если ты выполнишь два задания. Первое задание. Первое задание. Ты должен пообещать, что ты никогда в жизни... То есть пообещать и поклясться своим тем, что тебе самое дорого в этой жизни, что ты никогда не будешь больше казнить читеров. Даже не знаю, ну ладно. Клянусь своей жизнью, что никогда не буду казнить читеров. Вот это вот даже не знаю, мне очень не понравилось, если честно, я понял, что ты хочешь казнить читеров и просто считать... Стой, стой, Дима, и ты просто сказал, поклясться, именно я просто не привык клясться, просто это как бы грешно как бы считается. Поэтому я сказал, ну не знаю. Это грешно считается в том случае, если ты не выполняешь свои клятвы. А, ну тогда клянусь. Хорошо. Давай, второй. Так, второй. А, нет, еще перед этим, объясни мне, вот почему ты написал, что ты казнишь читеров, что ты ответил да, но при этом ты говоришь, что я просто хотел посмотреть, что будет. Ну, так я же тебе говорю, я именно написал да, чтобы именно ты мне рассказал, что ты, ну, что типа моё бы идеяло, там, пятое, десятое. А не проще было бы написать, что нет, я не казню читеров, но я хочу посмотреть, как это будет происходить. Но я как-то не подумал об этом. Ну, обычно люди, которые пишут, что казнят, они и казнят читеров. Если ты будешь обманывать меня, то, в принципе, я тебе обманываю тоже не дам, поэтому лучше скажи правду. Лучше скажи правду. Отвечаю, слово пацанады. Я ни разу, я никому не кидал винлокер и так вот такое вот. Ну, хорошо, надеюсь, что ты правду говоришь. Так, и последнее тогда задание. Вот это я сейчас снимаю на видео. Давай. И многие люди будут, ну, подписчики мои или другие люди будут это смотреть. Возможно, они тоже казнят читеров. Скажи, сделай им обращение и скажи, что ты вот сейчас чувствуешь, когда тебя заблокировали. И стоит ли вообще заниматься другим людям казнью читеров? Ну, смотри, стой. Ну, смотри, как бы вот я тебе уже это говорил несколько раз, что это как бы... Скажи об этом другим людям. Ребята, хорошо. Ребята, смотрите, вот, а суть в том, что, как бы, действительно, как сказал Дима, это как бы неравнодушно к человеку вы относитесь, что он, например, портит вам просто одну игру, а вы портите ему компьютер именно сам. Ну, просто морально ему все уничтожаете. У него, может, там рабочие файлы были какие-то, например, которые он делал долго. Так что, ребята, занимайтесь таким вот вредом, честно. Молодец, я считаю, что ты, как бы, нормально ответил, ты понял, что так делать нельзя, потому что ты это на себе сейчас чувствуешь, и понимаешь, что чувствует другой человек, когда у него компьютер заблокирован. И, следовательно, я очень надеюсь, что ты не будешь этим заниматься в будущем. Я прав? Да. Хорошо, сейчас я тебе даю пароль. Пока что нажимай на кнопку, я сейчас зайду в свой, так сказать, в свою папку, где у меня они лежат, и тебе дам пароль. По-нормальному. Так, я тебе какой-то... Да-да-да, вот, у меня он, кстати, сразу здесь есть. Так, поставь английский шрифт и поставь маленькие буквы, чтобы у тебя были. Еще раз. Поставь английский шрифт, ну, знаешь, чтобы у тебя английскими буквами печаталось. Да-да-да. Так, и теперь маленькие буквы, чтобы у тебя были. Ну, да. Вот, все, у тебя английский. И теперь пиши PL8Y. PL8Y. Ага, так, NO05. NO05. M6. M6. Нажимай разблокировать. Сейчас у тебя все разблокируется. После этого зайди на диск С. И там программ-файл с папкой. Куда? Еще раз. Да, программ-файл с. Вот это первое, да. Удалить теперь папку PCPack. Она после Paint.net. Вот это, удали ее. Не-не-не, не надо ее открывать, ее надо удалить. Но она уже удаляется. Ну, и когда ты ее открыл, она... Ай, ну да, все, сейчас, наверное, удалится. Хотя, когда ты открываешь, она не будет удаляться. Типа, она вроде бы... И пока ты не завершишь теперь первое прерывание, второе тоже не сработает. Я говорил, не надо открывать, сейчас очень будет долго. Сейчас. А. Ждем. Не, ну, чувак, по факту ты делаешь, как бы, правильные дела, там. Я тебя, конечно... Ну, по факту, по факту, да. Я тебя понимаю, там. Что это тебе было делать? Недобро. Еще раз, заверши вот эту вот штуку, и опять ее попробую удалить. А если я перенести на рабочий стол, там уже попробую удалить. Ну, я попробую. И удалить. Все. Теперь зайди в автозагрузку. Знаешь, как в автозагрузку заходить? Нет. Ну, в пуск зайди, и я сейчас просто тебе напишу, что надо вписать. В общем, вот так вот. Да, вот так вот, впиши в пуске. И открой вот эту вот штуку. Теперь возьми автозагрузку, выбери. Второй с конца. А, сейчас. Элемент автозагрузки, ну, вот. Эээ, не-не-не-не-не, все оставь, как у тебя до этого было. И выбери автозагрузку сверху, с конца второе. Подожди, я у меня, я что-то не помню, у меня вот так было, да, вроде бы? И сетевые службы, по-моему, у тебя были тоже, запуск стоял. Сейчас я вот так вот просто сделаю, и все. А, ну, во-во-во. Теперь нажми автозагрузка. Ну, вот, видишь, загрузка, службы, автозагрузка, сервис, да-да-да. И там автозагрузка, выбери. Спасный режим. Нет, ну, вверху, вверху автозагрузка после этого. В конце вторую выбери, вот, все. Удали вин32 и винапдейт, убери галочки из этих файлов. Так, вин, что там, прости? Вин32 и винапдейт. У тебя, по сути, такие, вон они есть, вин32, я уже вижу. Так, это вот, да. Вин32 и вин... И винапдейт, винапдейт, вот, да внизу. Все, нажми применить, и окей, и выход без перезагрузки. Думя, она не выйдет. Ну, значит, надеюсь, что она у тебя не останется. Ну, по сути, ты пампку удалил, но у тебя, если только ошибка будет им скачивать, ну, это выскакивать, это вот все тоже можешь удалить. Я надеюсь, у тебя билдеров не осталось, и я тебе верю, как бы, что ты не используешь это. И, как бы, надеюсь, что ты не будешь больше заниматься казнью читеров. Если даже ты этим занимался. Ну, тебе честно, вот я тебе вот сказал несколько раз, что я этим не занимался, нечестно. Ну, как бы, тогда, да, хорошо, я очень на это надеюсь. Ну, как бы, да. Значит, чувак, скинь мне IP своего канала. Да, я тебе сейчас адрес своего канала скину. Там посмотришь, я уже вот сегодня двоих, ну, ты второй, кого я сегодня наказал. Так, у меня там уже есть люди, тоже до этого наказывал. Ну, там, в принципе, не только наказание, там игры, там все, короче, вот. Стоп, а ты наказываешь именно читеров? Нет, потому что я, как бы, сам себе не противоречу. Я считаю, что для читера это наказание будет несправедливым и слишком жестоким. Стоп, а вот, ну, подожди, ну, даже вот, смотри, вот этот вот канал, то что, убить читеров, да? Вот, как бы, казнит, а ты с ним поговорить не можешь об этом? Я с ним уже, как бы, говорил, ну, вконтакте ему писал. Он, на самом деле, не казнит читеров. Он либо скидывает фейковый винлокер, который после перезагрузки может просто слететь. Или просто диспетчер задать, запускать, и убираешь. Либо он просто договаривается с человеком, допустим, и что вы, говорит, давай я тебе скину там винлокер, ты как будто бы запустишь его, и я тебе потом порой скажу, вот такого вот типа. И тот человек с ним снимает видео, за это он ему там, либо канал пропиаривает, либо еще что-то делает. И он никогда никого не доводит до слез, там, чтобы они ревели, чтобы, там, плакали, там, родители звали, никого матом не посылает, никому не сбрасывает, никого не сбрасывает. Да, это вот... Ну, не сбрасывает, что без пароля и так далее. Ясно, понятно. Поэтому в его случае нет, я его как бы собирался, но в итоге передумал, потому что он как бы нормальный, он этим не делал, а ты написал, что ты занимаешься этим, поэтому я тебя наказал. Нет. Ну, вот так вот. Я надеюсь, что ты понял, потому что, как бы, если ты не понял, то и вот это все на видео будет, и ты получаешься, что ты не пацан, просто не можешь держать свое слово. Нет, ну я же сказал, что, там, типа, не буду, вот и все такое. Да, и ты дал слово свое. И если ты не сдерживаешь его, то ты не будешь, не пацан, значит, потому что ты дал слово пацана. Я понял. Ну, вот. Все, вот я понял, я уже не первый человек, кто тебе говорил, типа, давай я сейчас найду тебе читера, да, на сегодняшний день. Да, не первый человек. И не первый человек, кто без вопроса, ну, вообще без каких-либо сомнений согласился. Да, я хочу казнить читеров, я казню, я этим занимаюсь, там это круто, весело и так далее. Ясен, понятно. Ну, подожди, ну вот, а вот то, что ты, ну, банят, ну, даешь эту программу людям, которые банят, ну, ты, как бы, и им плохо делаешь, как бы, и делаешь лучше тем, кого они делали плохо. Нет, я лучше делаю. Знаешь, чем я лучше делаю? Тем, что они больше этим заниматься не будут, и, следовательно, последующие люди, которых они еще в будущем должны были наказать, они не пострадают. А, ну, это ясно, понятно. Ну, как бы вот так. И тем самым они понимают, что так делать нельзя, и сами исправляются, и так далее. А если нет, то они просто либо остаются без компьютера, и тем самым тоже не казнят читеров. Раз не умеют пользоваться компьютером, значит, он им не нужен. Вот и все. Ну, ладно, да, посмотришь на себя, как я выложу потом, как бы, вот так вот. Ну, все, тогда удачи, я думаю. Давай. Ну, вот так вот еще одного наказали, но он больше этим не будет заниматься, он пообещал, дал слово пацана, надеюсь, он его сдержит. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и так далее. Всем спасибо за просмотр и всем пока.